В России с сегодняшнего дня изменились правила расчета стоимости полиса ОСАГО, обязательного страхования гражданской ответственности водителя. И для многих он станет значительно дешевле. Дело в том, что теперь по-другому будут учитываться возраст автомобилиста и его опыт. Ну и те, кто постарше, естественно, за ОСАГО платить будут меньше. Но тут важна еще и статистика аварий. Однако сегодняшние изменения – это лишь начало большого пути по реформированию системы страхования гражданской ответственности. В планах отказ от учета географических коэффициентов, мощности и марки автомобиля. Ирина Куксенкова разбиралась в тонкостях. Москвичка Дарья Рыжкина сегодня пришла в страховую оформлять полис ОСАГО. И небольшой скидке была приятно удивлена. С сегодняшнего дня у меня изменилась цена на 400 рублей. Стало меньше страховка, ежели в том году. Приятно, что наконец-таки стали учитывать стаж вождения, что с каждым годом он все больше и больше растет, и от этого идет хоть какая-то минимальная, но скидка. В действие вступили новые тарифы. И больше всего им рады опытные и аккуратные автолюбители. Раньше для водителей самой распространенной категории «Б» тариф составлял от 3432 рублей до 4118. Теперь же те, кто не попадает в аварии и много лет за рулем, будут платить меньше. Нижняя планка стоимости полиса автогражданки для них снизилась на 20%. Это чуть больше 2700 рублей. А вот для новичков на дороге или лихачей, наоборот, окончательную цену ОСАГО будут высчитывать из максимального тарифа. Это почти 5000 рублей. То есть на 20% выше предыдущей верхней планки. Возраст и стаж водителя теперь разделены более подробно. Если раньше было всего 4 достаточно обобщенных категории, то сейчас их 58. До сегодняшнего дня считали как? Молодой человек до 23 лет, немолодой человек после 23 лет. Опытный водитель после 3 лет стажа, неопытный водитель до 3 лет стажа. На основании каких-то серьезных статистических исследований сделали более подробную сетку, которая учитывает разные варианты возраста и стажа в зависимости от того, что статистика говорит. Автостраховщики утверждают, сегодня водители едва ли почувствуют разницу в итоговой цене полиса ОСАГО. Она будет отличаться всего на несколько сотен рублей. Но по итогам реформы скидки станут ощутимее. Рынок ОСАГО в России молодой. Закон об автогражданке у нас действует всего 16 лет. По нашим оценкам, в результате введения новой градации в зависимости от возраста и стажа, порядка 15% водителей получат надбавки. Это молодые, неопытные водители по отношению к нынешнему уровню тарифов. Но порядка 85% получат скидки. Мы говорим об опытных и возрастных водителях. По-прежнему сохраняются разные тарифы в зависимости от региона, где проживает автолюбитель. Но уже в следующем году его планируют сделать единым для всей страны. Эта мера, по словам специалистов Центробанка, позволит сделать формирование стоимости полиса ОСАГО более справедливым. Ведь неважно, где живет опытный или наоборот начинающий автолюбитель, во Владивостоке или Калининграде. Главное, насколько аккуратно он водит машину. Очень мало зависит от гражданина. Он опытный, он аккуратно ездит. Но при этом, в силу того, как построен тариф, он, в общем, по сути, аккуратный платит за неаккуратного. Из-за того, что страховые компании вынуждены все очень сильно усреднять. В ближайших планах еще и отказ от учета мощности и марки автомобиля. А также количество вписанных в страховку водителей. Все направлено на то, чтобы вскоре полис ОСАГО рассчитывался из детальной индивидуальной истории автолюбителя. И еще один пункт реформы. Не исключено, что в ближайшее время можно будет купить полис ОСАГО сразу на три года. Раньше максимальный срок был не более года. Соответственно, стоимость такого увеличенного полиса вырастет в три раза. Но многие убеждены, это очень удобно. Один раз оформить и забыть о полисе автогражданки надолго. Ирина Куксенкова, Дмитрий Матюшин, Марьяна Соболева и Владимир Ольховский. Первый канал.